Ну что, пятый день обещал быть очень интересным париматчик с Дархоккей Лигасы, третий тур и наконец-то встречались лидеры. Пять дней ждали болельщики и телезрители этого матча и вот он наконец состоялся. И на самом-то деле все ожидающие этой встречи наверняка не разочаровались, игра получилась очень и очень интересная. Первый период, на мой взгляд, проходил под полным контролем у Айсулу. Были они быстрее, были они интереснее, лучше действовали, больше бросали. Ну и проспали первый период абсолютно точно. Тамерис, к сожалению, для них, да. Ну и в итоге открывает счет в этой встрече Айсулу. Елизавета Дюндина с передачей Татьяны Королевой делает счет 1-0. И недолго думая, да, все это на 14-й минуте происходит. 13 минут 11 секунд первая шайба залетает. Вторая шайба через 10 секунд, 13-21, побывала в воротах Тамерис. Ее автор Кендра Лин Брод. Ну и счет 2-0 Айсулу продолжал атаковать ворота, но уже реализация страдала у подопечных Александра Мальцева. Ну и первый период закончился с счетом 2-0. И казалось бы, да, казалось бы, Айсулу уверенно идет к своей победе, к такой нужной победе. Потому как отставали они от соперника, проиграли 2 встречи до этого Айсулу своим соперникам. Ну и нужна была, очень нужна была победа сегодня. Но во втором периоде игра так раскрылась, что команды атаковали ворота друг друга без какой-либо паузы. Много моментов, много бросков было создано у одних и у других ворот. Все пытались забросить Айсулу, имело множество возможностей для того, чтобы соперника огорчать в третий раз. Но вот все, реализация моментов и как-то недоигрывали. Где-то уже начинали уставать хоккеистки Айсулу. И в итоге в третьем периоде в большинстве Тамерис забрасывает свою первую шайбу. Ольга Широкова, ее автор, главный бомбардир чемпионата в этом сезоне. Молдабай и Кожина у нее в ассистентах. Ну и второй период закончился, да, с таким вопросом большим. Кто же все-таки выиграет? 2-1, 1-0 выигрывает второй период Тамерис. С учетом того, что второй период получился довольно интересным и такой боевой, я бы сказал. Ну и в третьем периоде, надо сказать, у Айсулу мало что получалось. Тамерис полностью игру под свой контроль забрала. Айсулу стал часто ошибаться, больше ставить ставку на контратаки, больше стали хоккеистки действовать от обороны, на мой взгляд. Ну а Тамерис продолжил играть в атакующий хоккей, продолжил прессинговать. И вторую шайбу забросил на 46-й минуте Надежда Филимонова. Забросилась передача Анастасии Оразбаевой. Но на этом не остановились Тамерис, уже вернулись в игру еще в прошлой заброшенной шайбы и делают счет 2-3. Надежда Филимонова оформляет дубль Анастасии Оразбаева из Хакова в ассистентах. При всем при этом, да, здорово атаковали, здорово владели шайбой Тамерис. Ну и вот такой вот камбэк, счет становится 2-3. Айсулу как только не старалась, все равно мало что получалось. И даже в большинстве не смогли ничего предложить сопернику. Ну и, конечно же, в концовке, когда такой счет 2-3, Александр Мальцев убрал вратаря и решил поиграть на шестерых полевых игроков. Решение это было абсолютно оправданным. Нужно было счет сравнивать и переводить игру хотя бы в овертайм и там попытаться ее выиграть. Но в итоге получилось так, что вбрасывание выиграть не удалось и отбрасывался там Цимиртау. Старались, прошу прощения, Тамерис. Тамерис отбрасывались и в итоге вот такой вот момент случается. По пустым воротам бросали хоккеистки Тамерис и в итоге засчитывают гол, так как там хоккеистка бросила клюшку и подправила шайбу, которая не пошла в ворота. В итоге засчитывается гол. Сейчас становится 2-4. Нина Баранова, автор заброшенной шайбы. Но после вбрасывания, вы знаете, после того, как засчитали эту заброшенную шайбу, был повтор. Айсулу побежала в атаку и одну шайбу отпитала, которую должны были отпитать. Сейчас становится 3-4. Алисия Кен-Вильямс, автор заброшенной шайбы, Алдебергенова и Искакова. Но у нее в ассистентах. Ну и все, игра закончилась со счетом 3-4. Довольно обидное поражение для Айсулу, введя в счете после первого периода. В итоге проиграли со счетом 3-4. Париматч. Жанепро Хоккей Лигаса. Женес Кехот Долгат. Давай, давай, пошли. Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательной. А первые эмоции, вот этот вся, весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения. Это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево. Айтеев сериясындахи халкаралық турнирлер Казахстанға орылады. 27-ші ахпанмен 12-ші науырз аралығында Айтеев 40 және Айтеев 6 турнирлері Астана да өтеді. Болы жақтыни жолдызлары ел орда кортарында жүлдегі жай қасады. Астана ғыласы, Билайын арена, ұлттықтыни сорталыға, күрі тегін. Трансляцина қаспорт және инспорт тилерналарында. Сондаяқ кейтеев кейзет сайтында қарай аласыздар. Сондаяқ кейтет сайтында. Билтейбей қосымшасын жүктеп спорттық тамаша шараларды көр.